Всем привет, с вами Аня Рель. Сегодня четверг и значит день новостей. Вообще, когда я увидела патч-ноты, я думала, что новостей никаких не будет, потому что анонсировали только новый баннер. Но! Есть целых два ивента, и они оба достаточно классные. Во-первых, тот самый, который легко пропустить, редимый ивент. Он длится, обратите внимание, 7 дней. И надо собрать 36 кусочков пазла. Каждый день нам предлагается 6 квестов. Пройти Аники, пройти Годес Трайл Дракона, посумонить Тринити Ваучер, купить стаминки, поделиться. Как мы знаем, это можно сделать только с мобильных девайсов. И пройти Бондрелл. В принципе, ничего сложного, если не считать, что вот это вот и вот это вот требует кристаллов. Поэтому, если мы хотим сэкономить, у нас есть 7 дней, 6 квестов, это 42. Нам надо 36. Грубо говоря, если делать каждый день 5 квестов, то 7 и 5 будет 35. Нам не хватит ровно одного кусочка пазла. Поэтому можно сделать 6 дней по 5 квестов. То есть выбирать между тем, покупать стамину или сумонить из баннера. И в последний день придется сделать и то, и другое. Если хочется СССР шарик, ну, наверное, мне хочется, вам, я думаю, тоже хочется. Делается оно достаточно просто. Тут больше объяснять нечего. За каждый кусочек пазла дается какая-нибудь маленькая награда. Мне уже давали 20 тысяч золота, 15 кристаллов и вот френдшип ваучер самое бесполезное, что мне могли дать. Но, увы, что поделаешь. Во-вторых, это куда круче. Нам добавили плюс 1 бонусную награду во все дейлики. То есть Аники зал. Три штуки. Training Ground. Три штуки. Но это актуально для тех, кто еще недавно 60-го или вообще не 60-го. Я пользуюсь одним в день и буду продолжать так делать. Дракон у нас стало на одну больше. Две штуки. Количество свайпов, тем не менее, остается тем же самым, имейте в виду. И Бонд Реалм нам добавили тоже еще плюс 1. Если кого-то интересует мое мнение, то, безусловно, все три Аники надо забирать. 100%. Training Ground. Если вы еще качаетесь, то, конечно, вы сами знаете, что вам это очень нужно. Goddess Trial, безусловно. Бонд Реалмы, безусловно. Единственное, что я вот буду скипать, это Training School. Мне столько не нужно. Вот. Это очень крутой бонус. Я уже даже наконец-таки получила что-то полезное из сегодняшнего Красного Дракона. Ну, это была руда, конечно. Но, ну, мусорные СССРки. Но руда это тоже полезно. Я из руды делаю новую шапку. Для своих хилеров, для прохождения Триалов. И боссов новых. Вот. Это, ну, эти новости у нас старые. У нас все еще остается баннер на Юльку и Омегу. И у нас появился новый баннер. Я обычно что рассказываю про баннеры. Вот предыдущий был, который на Леона, Ледина и Элвина. Про него я говорила, что если у вас нет хотя бы одного из этих персонажей, то прямо мастхэв, тяните только из него, он суперский. Это правда. Что я хочу сказать про этот баннер? Честно говоря, он довольно проходной. Ну, он более чем проходной. Смотрите сами. То, ради чего реально стоит это из этого баннера тянуть, это если вам нужны эти персонажи для анлока бондов. Если вот так прям по-серьезному. Потому что Сигма анлочит очень много бондов. Симба, господи. Сигма открывает бонд новому персонажу Омеге. Сигма открывает бонд Лямде, собственно. И он открывает бонд Кварет. А Кварет это на самом деле очень крутой персонаж. И Сигма ей так выходит, что нужен. Гиссаров вроде как не открывает бонда никому. Но он фракционный баффер фракции Mythical Realm, к которой они, собственно, все относятся. Вроде бы. Сейчас навру еще, не дай бог. Не навру. А, вот навру. Сигма к Mythical Realm не относится. Так что Гиссаров фракционный баффер для Лямбды, ну и для многих персонажей. На самом деле его фракционный бафф достаточно классный. Но сам по себе он довольно-таки слабенький. И Лямбда требуется для открытия Бонда, собственно, Гиссарову внезапно. И Лямбда требуется для открытия Бонда Омеги. Из всех персонажей, кого бы я стала прокачивать на звезды и вообще дальше пользоваться, мне кажется, что... Ну это разве что сама Лямбда. Она довольно неплохой маг. Единственное, что меня останавливает от более серьезной ее прокачки, тот факт, что у меня есть Лана. А когда у меня есть Лана, кто мне еще, собственно, нужен? Вообще она очень классная. Она довольно сильный маг. У нее интересные АОЕшки. Интересный сингл-таргет. Так что, возможно, если вам хочется девочку в латексе, то вот ваша возможность. А я сегодня буду тянуть из этого баннера, потому что у меня гарантирован там Гиссаров. И мне просто хочется забрать гарантированного персонажа. Честно скажу, я не планирую его прям вкачивать, кидать в него руны и часто им пользоваться. Но, может быть, буду иногда пользоваться его фракционным бафом. Если вкратце, если он мне выпадет в первых, там, не знаю, 50 суммонах, я буду считать, что все удачно получилось. Если мне придется мучиться дольше, то жаль, конечно. Огорчусь. Потому что он не тот, за кем я прям охочусь, как это было с Юлькой. Ну давайте, поехали суммонить. Что делать-то? Еще, возможно, в таких случаях, когда точно гарантированный персонаж, и вы точно знаете кто, может быть, есть смысл суммонить по единичке. Но мне кажется, для видео это будет, ну, просто капец как скучно. Первая десятка нет. Я бы очень сильно удивилась, если бы да. Дальше. Дальше. Ну и вторая тоже нет. Еще сохраняется маленькая трига, что, может быть, не выпадет не один СССР в десятке, а два. Но это тоже вряд ли. Так, 30 нет. Вот, это моя обычная удача. А то я уж тут, блин, губ-то раскатала. Что у меня с первых 10 Юлька падает. О, 40. Нет, 40, кстати, это прям... Все еще очень удачно. Значит, у меня было 40 Бернхард, потом с 10 Юлька, и сейчас 40 Гизаров. Но это прям нормально. Так, СР-ка. Мне просто интересно сейчас, будет ли у меня кто-то сверх Чемгизаров. Или все по стандартику. Привет. Я вообще не ожидала, что ты появишься. Дедушка. Ничего особенного. Ну вот, собственно, с 40 потягов у меня есть Гизаров. Бонда для него. Кстати, можно прям сейчас посмотреть. Омега. Ему нужен для бондов. И Лямбда. Омегу еще тянуть. Не. Вот, такие вот дела. Это были новости четверга. Всем удачи в потягах, но особо... Ну, честно скажу, эти персонажи для прохождения, по крайней мере, ПВЕ контента, не критичны. Единственное, что Лямбда может помочь на Нидхоге. Я видела неплохие прохождения с ней. Но не критично. Можно ее кем-то заменить. Всем удачи. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok